Добрый день! Уважаемые семиклассники, вот мы с вами и подошли непосредственно к изучению свойств веществ. Тема сегодняшнего урока – физические, химические и физиологические свойства веществ. А с вами снова я, Дымовская Галина Ильинична, учитель химии высшей дидактической категории. После окончания урока, то есть после изучения темы, вы будете способны оперировать понятиями, которые относятся к свойствам веществ, характеризовать физические, физиологические и некоторые химические свойства веществ, которые используются в повседневной жизни, и сравнивать вещества по различным критериям. Давайте посмотрим. Для начала вспомним с вами, что собой представляет химия. Это одна из естественных наук, которая изучает объекты и явления природы. И названия этих наук естественные. Напоминаю, что к ним относятся физика, биология, химия, астрономия, география и, как мы уже говорили, некоторые другие науки. Какие бывают свойства веществ? Свойства бывают, как мы с вами говорили на предыдущих уроках, физические, свойства бывают химические. И очень интересно, что свои свойства бывают физиологические. Давайте с вами разберем более подробно. Из курса физики вы знаете, что к физическим свойствам относятся агрегатные состояния, о чем мы говорили на одном из предыдущих уроков. И мы с вами знаем три агрегатные состояния, газообразные, жидкие и твердые. Мы их в прошлый раз очень подробно рассмотрели. Цвет. Вещества могут иметь различную окраску. Достаточно вспомнить вот раствор, с которым мы уже работали. Вспомните раствор перманганата калия, который в быту называют марганцовкой. Он может быть от бледно-розового до темно-фиолетового цвета. И многие-многие другие. Бордовская жидкость, которую опрыскивают виноградники от вредителей голубого цвета и так далее. Кстати, бесцветный это тоже характеристика вещества, то есть не имеет цвет. К примеру, вода бесцветна. Только толще воды могут иметь какую-то окраску. Но опять-таки за счет присутствия в ней других веществ. Следующее свойство это блеск. Что мы понимаем под блеском? Это свойство поверхности сильно отражать падающий на нее свет. Блеск это качественное свойство. Например, поверхность бриллианта имеет блеск. Давайте посмотрим на это. Идем дальше. Следующее свойство плотность. Из курса физики вы также знаете, что собой представляет плотность. Это масса материала или вещества, приходящиеся на единицу объема. То есть с помощью такой характеристики можно увидеть, что тяжелее или что легче, если объем будет одинаковый. К примеру, мы возьмем кубик сахара и кубик таких же размеров железа. Понятное дело, что кубик одного вещества может быть тяжелее другого намеренно. Не говорю какого. Заинтригую вас. Вы сами попытаетесь узнать. Следующее свойство это растворимость. Мы с вами в одном из уроков видели, растворяли сахар. Да и дома вы знаете хорошо, что сахар хорошо растворим в воде. А мел, к примеру, или глина в воде не растворяются. То есть вещества могут отличаться еще друг от друга своей растворимостью в воде или в других растворителях. Теплопроводность. Это свойство вещества проводить тепло. К примеру, вы никогда не задумывались, почему кастрюли изготавливают именно из металла? Почему они изготавливают? Ну, к примеру, из твердой серы. Да потому что металл проводит тепло. И благодаря этому вода в кастрюле закипает. Хотя сегодня появились уже новые материалы, такие как стекло, посуда из стекла. Потому что этот материал проводит тепло. Следующее свойство запах. Мы с вами знаем, что некоторые вещества имеют специфический запах. К примеру, мама когда режет лук на кухне, то у нее текут слезы. Почему? Потому что этот запах попадает в ноздри, рецепторы раздражаются, тем самым вызывая слезы. Есть вещества, не имеющие запах, а есть вещества, имеющие характерный специфический запах. Электропроводность. То есть проводить электрический ток способны не все, ребята, вещества. Одни электропроводные, другие нет, одни лучше, другие хуже. Кстати, также, почему изготавливают провода, передающие электрический ток именно из металла? Потому что металлы хорошие проводники. И еще одна характеристика – это температура плавления и кипения веществ. Что такое температура плавления или температура кипения? Температура кипения – это та точка температуры, при которой вещество кипит, то есть из жидкого переходит в газообразное. Температура плавления, соответственно, это точка температурная, при которой вещество из твердого переходит уже в жидкое состояние. И температура кипения у всех веществ также разная. К примеру, вы зимой заходите с сильного мороза в комнату, на ресничках находятся снежинки. Достаточно зайти даже в холодные помещения, эти снежинки начинают плавиться, превращаться в воду. Давайте посмотрим плавление парафина. Плавление – химическое или физическое явление? Перед нами парафин. При плавлении происходит переход вещества из твердого состояния в жидкое, без изменения состава. Плавление парафина – физическое явление. Мы с вами увидели, что парафин плавится при достаточно низких температурах, то есть только мы начали нагревать, и парафин из твердого состояния перешел в жидкое. Химические свойства веществ. Ребята, ну впрочем, мы договорились, что с химическими свойствами мы будем разбираться на отдельном уроке. Идем дальше. Физиологические свойства. Мы также с вами уже говорили, что это те свойства, которые оказывают воздействие на наш с вами организм, на организм животных и организм растений. Давайте посмотрим. Первое, на что я хотела бы обратить ваше внимание, на высказывание Менделеева. В мире нет вредных веществ, есть вредное количество веществ. Такой пример. Говорят, путь соли съел. Путь соли на протяжении всей жизни. А если вот так сразу сесть и съесть путь соли, то я думаю, что это может закончиться плачевно. Поэтому физиологические свойства мы условно разделим на позитивное воздействие и негативное. Это, повторяю еще раз, очень-очень приблизительное. Потому что одно и то же вещество может быть, как говорят, и лекарством, и ядом. Давайте посмотрим примеры физиологического воздействия. Железодефицитная анемия. Обратите внимание, цвет рук у здорового человека справа и слева у человека, у которого такой диагноз наблюдается. И обратите внимание, это при недостатке железа в организме. Другой пример. Кариес. Это избыток мягкой углеводистой пищи и недостаток сырых овощей. Следующий пример. Это дерматиты. Это заболевание кожи. Это недостаток минералов, содержащих цинк. Базедова болезнь. Это заболевание щитовидной железы, обусловлено избытком йода в организме. Обратите внимание, как может выглядеть человек, у которого есть избыток йода в организме. И еще один пример, знакомый вам, это рахит, который характеризуется недостатком кальция в организме. То есть, ребята, это условное деление, повторяю еще раз, любое вещество может оказать как позитивное воздействие, так и отрицательное. Что же делать, если мы говорим о нашем с вами организме? Все хорошо в меру. Я думаю, вам взрослые не раз это говорили. Если опять-таки говорить о здоровье человека, это полноценное питание, это активное занятие спортом, для того, чтобы улучшить, ускорить обмен веществ в организме. И это употребление витаминных комплексов, особенно в зимнее и весеннее, кстати, также и осеннее время. Давайте посмотрим, что же мы сегодня с вами узнали, что же мы с вами изучили. Первое, свойства веществ. Что такое свойства? Это те внешние признаки, по которым можно отличить одни вещества от других. Свойства бывают физические, химические, физиологические. Для чего нам нужно знать свойства веществ? Чтобы отличать их друг от друга, чтобы, допустим, не перепутать соль с сахаром. Чтобы знать, где и как их можно применять. И, конечно же, чтобы знать, как правильно обращаться с этими веществами. Как хранить в темном месте, в светлом месте, не будет ли мешать та или иная температура и так далее. Мы с вами не говорили еще об одном физическом свойстве действия магнитом. Давайте посмотрим. Перед вами два образца металла, железо и алюминий. Как вы думаете, оба ли металла будут притягиваться магнитом? Давайте посмотрим. Эксперимент показывает, что из этих двух металлов магнитом притягивается только железо, а алюминий нет. На этом свойстве можно уже строить какие-то планы относительно использования того металла или другого. Следующая плотность. Мы по плотности немножко с вами говорили. Посмотрите внимательно на диаграмму. Вам привели плотность алюминия 2,7 грамм на кубический сантиметр. И железо 7,9 грамм на кубический сантиметр. Если взвесить железные монеты и алюминиевые монеты одинакового размера, то перевесят те, которые сделаны из металла с большей плотностью. Как вы уже догадались, это монеты из железа. Посмотрите, они будут тяжелее. Где использовали ученые это свойство? Алюминий называют еще крылатым металлом. Почему крылатым? Наверное, догадались. Потому что алюминий и его сплавы используются в производстве самолетов и летательных аппаратов ввиду его легкости. Физиологические свойства. Давайте сравним два газа. Кислород и сероводород. Оба газа бесцветные. Но кислород слабо растворим в воде. Доказательством этого является тот факт, что мы с вами, когда разводим рыбки, продуваем в аквариум воду, чтобы рыбки не погибли. Им не хватает кислорода. Поэтому мы продуваем специально. Сероводород же хорошо, достаточно хорошо растворим в воде. И достаточно вспомнить тот факт, что буркутная вода – это раствор сероводорода в воде. У нас на юге Молдовы есть много источников сероводорода. Где это применяется? Кислород поддерживает дыхание. При попадании кислорода в кровь он стимулирует очень многие жизненные процессы. В то время как сероводород, попадая в кровь, разрушает гемоглобин. А вы знаете, гемоглобин служит переносчиком, своего рода транспортным средством для кислорода. То есть гемоглобин разрушен. Кислороду к подкорке головного мозга не с чем, не на чем приехать. И человек засыпает. И если достаточно высокие дозы сероводорода в атмосфере, то человек может даже погибнуть. Вот посмотрите, два, казалось бы, одинаковые по внешним свойствам газа, но оказывают разное физиологическое воздействие. Свойства веществ зачастую связаны между собой. Так вот, если вам интересно узнавать новое о веществах, выберите несколько веществ, с которыми вы наиболее часто встречаетесь, сталкиваетесь дома, в школе, на работе родителей, и изучите их физические, химические и физиологические свойства. Например, вам неинтересно узнать, почему известная нам поваренная соль так необходима человеку? Почему мы подсаливаем пищу именно поваренной солью, а не любой другой, которых насчитывается более нескольких тысяч? Почему в истории человечества, а именно в XVI веке, имели место соляные бунты, то есть из-за соли разворачивались войны между определенными группами населения? Или почему жалования римским солдатам выдавали именно поваренной солью, а не какой другой? Согласитесь, что это достаточно интересные вопросы и заставляют задуматься над свойствами поваренной соли. Я на этом с вами прощаюсь. Будьте здоровы, радуйтесь жизнью, дышите полной грудью, берегите себя и своих близких. А для этого нужно изучать химию, изучать вещества, что самое важное их свойство. До свидания, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин